Кроме научных, есть и такие общедоступные. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, начинайте задавать. Я готов на них ответить. Уважаемые друзья, напоминаю, руку можно поднять, я подойду, и вы сможете задать вопрос. Давайте я начну отсюда, здесь мне просто подниму, потом подойду и задаю задание. Вопрос следующий. Если исходить из того, что в мозге человека конечное количество синапсов, конечное количество нейронов, конечное количество состояний, можно рассматривать? Правда? То есть бесконечное количество нейронов? Бесконечное количество состояний. А нейронов конечное количество? Да, и они уменьшаются. А синапсов? Они все время образуются новые, разрушаются старые. Ладно, вопрос был следующий. Можно ли представить мозг как алгоритм конечный? Нет. Конечный алгоритм подразумевает жёсткость конструкции. Именно поэтому все, в том числе самообучающие системы, кончаются тем, что человек подгоняет алгоритм под результат. Самообучающихся машин, как вы знаете, не существует. Это всё липо абсолютное для получения грантов. Дело в том, что всё равно, какие бы самообучающие системы нет, это в конце концов огромная база данных и подгонка алгоритма под известный человеку результат. Изменить чуть-чуть условия, алгоритм прекратит своё существование. Теперь насчёт нейронов. Просто точно по вашему вопросу. Первое. Нейронов никогда не бывает стабильное количество. Почему? Пока человеческий мозг растёт, они погибают, но погибают мало. После 30 лет они начинают погибать больше, там 3 грамма за год нейронов. А это много. И потом после 50 дело идёт ещё веселее. То есть, маразм идёт семимильными шагами. То есть, там было примерно 30-35 грамм за 10 лет. Поэтому к 90 годам, какой он сохранил здравые умы, всё. Да, он, конечно, там стакан найти может рукой. Но насчёт здравого ума, я думаю, все горячатся. На самом деле проблема есть. То есть, творческие способности до известной степени компенсируются, конечно. Гибель нейронов компенсируется увеличением числом отростков нейронов и синапсов. То есть, это, видите, тоже переменные. То есть, каждый день 3 примерно синапса образуются у 150 миллиардов нейронов, и 3 разрушаются. Система неконсервативная. Плюс нейроны погибают. Плюс образуются новые несинаптические околатералии, то есть, длинные связи, где на них находятся десятки синапсов, и при этом разрушаются. То есть, в этом проблема. Потому что человеческое мышление, понимание даже, или там озарение, до вас дошло что-то такое, вдруг неожиданно. Вы сообразили, как вы говорите, озарение, инсайт, как хотите, обзывайте это. Происходит не за счёт того, что сигнал куда-то побежал в неизвестность. Я в 70-е годы, когда это было модно, всё время издевался над любителями Павловской теории функциональных систем. Говорил, как вы, раз у вас все связи уже есть, это что значит? Всё предусмотрено Господом Богом? А если новые образуются, значит, ваша теория функциональной системы не работает вообще. Но это было всегда мрачное могильное молчание у физиологов. Понятно почему. Потому что алгоритмизации вот это всё не поддаётся. Потому что любое творческое принятие решения – это образование новых связей, которых не было до этого физически. Поэтому в компьютере, если вы предусматриваете алгоритмизацию связи, вы не можете синтезировать новую связь, если её не предусмотрели. Именно поэтому компьютер – это всё равно на самом деле большой калькулятор, такой железный феликс только гигантского размера. И ничего более. Давайте ещё вопрос. Простой женский вопрос. Как вы с детской доминатностью, внуки 5, 3,5, 2,5, все доминируют? Как погасить их самостоятельность и активность? В таком возрасте очень трудно погасить. Они вообще мало чего соображали. Ну, как бы строить, они так и останутся такими. Да ничего подобного. Вы знаете, их всегда драли. И пить или не пить йогурт, дети? Нет, йогурт не надо. Слушайте, есть специальные люди, специальные передачи. Уже сколько объясняли. Никакой пользы нет. От этого можно только добавить в весе и испортить себе метаболизм. Никакого отношения к молочным продуктам это не имеет. Я вас умоляю. Это промышленная технология получения денег с простодушных мамок. А домашние? Домашние. Если вы действительно делаете реальную закваску, вручную ввозь, да, это прекрасная вещь. Мечников вообще-то придумал, открыл эти йогурты у болгар. Но то, что происходит в магазинах, никакого отношения ни к йогуртам, ни к болгарам не имеет. Это имеет сушёное молоко где-нибудь там во Франции. Да, действительно. И к воде из нашего водопровода. Это действительно так. Может быть ещё к крахмалу белорусскому. Ну, а всё остальное – это клуб «Юный химик». Поэтому лучше этого не делать. Если вы делаете домашнее, то да. Но имейте в виду, что закваска йогурта по Мечникову привозилась в Россию во времена Мечникова из Болгарии. Каждые две недели она не живёт. Потому что в условиях средней полосы они в болгарских горах. Поэтому называть йогуртом эту бурдель, мне кажется, опрометчиво. А тем более давать детям, с моей точки зрения, абсолютно немыслимо. Какая у них самостоятельность? У них кора формируется к семи годам. Вы их сначала воспитаете, чтобы они вас слушались. И руки мыли перед едой. А вот когда они будут делать всё чётко и хорошо, когда у них к семи годам начнёт формироваться кора, вот тогда вы будете проявляться. У них самостоятельность нет никакой. У них вся самостоятельность та же самая, что у Бабуина на ветке. Вы что, думаете, в это время вы из них сделаете благородных сэров и пэров? Да нет. Их там делают, просто дерут, как сидоровых коз. И они поэтому ходят по стойке смирно в английских закрытых колледжах, где их просто бьют. Элементарно. А потом, когда начинает созревать кора, да, действительно, они оказываются уже подготовлены к тому, чтобы сесть и два часа читать книжку. Потому, что они знают, что если им вложено через пятую точку, что они этого не будут делать, то у них будут проблемы с пятой точкой. Будут учиться стоя, а не сидя. Вот и всё. По-другому вы ничего сделать не можете. То есть, сначала их надо воспитать, чтобы они просто вели человеческий образ жизни, а потом только ждать от них каких-то интеллектуальных индивидуальных. Какая индивидуальность? Вы ещё ничего не видите. У них кора незрелая. Нет, дело не в этом. Если я буду, он останется таким же, как я. Может, будет бояться, что я вдруг разобьёт, а вдруг смортится. От чего этого взяли-то? Я просто знаю из опыта, что так пожелать. Нет, так не бывает. Если у него есть какой-то талант, то он обязательно появится. Знаете, бывает, пробьётся. А развить вы талант не сможете. Поэтому успокойтесь, хотя бы они дома мешать не будут. Понимаете? Вы их воспитаете так, чтобы они не мешались. А если они дома будут не просто не мешаться, они будут помогать, что-то делать по дому, вести себя как люди, понимаете, они как обезьяны. То, что я вижу уже в окружении, 4, 5, 10, 12 лет дети, ну, это шимпанзе и шимпанзе, ладно. Я испытываю такие же ощущения, как проходил с фотоаппаратом через стадо бабуинов, когда я прохожу мимо детей, тинейджеров. Ну, вот это, да, такие же бабуины абсолютно, только одетые. Вы поймете? Нет, да такой, да такой. Потому что то, что он проявляет снаружи, это одна десятого от того, что он думает. Так, прикиньте. И вам сразу всё станет ясно. Вы его сначала воспитаете, чтобы он был похож на человека. А если у него есть какие-то таланты и способности, вам клянусь, кора созреет к 18 годам. Тогда и проявится. Но что у него проявится, если он как вот сейчас дети Индиго? Он залезает под стол и писает в штаны. Говорит, а то у него особые способности. Мы просто его не понимаем. И вот он сидит под столом в школе усатый-полосатый, значит, рассказывает, а родителям рассказывают, каких его выдающихся способностей. Хотя его просто лупить надо, как сидоруко, вместе с родителями. И всё. Какой ребёнок Индиго? Его уже 20 лет продают этих детей Индиго направо и наливо. Так, где результаты? Где результаты воспитания детей в лучших колледжах Англии, Франции, Германии? Где результаты воспитания богатыми русскими, богатыми арабами с помощью найма дорогущих профессоров у себя дома? Где гении? Что-то не лезут они ниоткуда. Покажите мне одного. Арабы воспитывают своих детей уже четвёртое поколение в Англии. Наше второе, третье. Так, где результаты? Не надо развивать индивидуальность, когда её не на чем развить. Пока кора не созрела, ни о какой индивидуальности речи быть не может. Надо давать базовое воспитание, чтобы они вели себя как люди, а не как обезьяны. Это раз. А во-вторых, давать базовые знания. Понимаете? А то у нас начинают учить высшие математики, а он не умеет складывать и вычитать. Давайте он выучит у нас пять языков, будет гений? Не будет. Он будет хорошим переводчиком. То есть, будет бегать за кем-то и говорить. Ну, сейчас это уже компьютеры могут легко, даже маленькие. Это вот такая профессия. То есть, ты будешь айфоном при ком-то. Поэтому вам выбирать, что из них будет. Но сначала надо воспитать и дать базовое образование. Такое, чтобы они понимали, кто такой Наполеон был, кто был Кутузов. Что такое дроби, о которых в Америке понятия не имеют, их не преподают в школе. Нормально? Чтобы он знал что-нибудь про эволюцию, а как там он про биологию в рамках школьного курса. Они же не знают этого. О чём говорить? Какая индивидуальность? Индивидуальность при отсутствии зрелой коры не может быть. А то, что он будет обдумывать свои поступки, прям что-то если что-то делать, так это хорошо. Он будет нормальным членом общества. А если вы боитесь, что вы его задавите, я и гляжу. Вот сейчас по улице задавленных здесь много бегает. Только на ушах не скачут. Мне кажется, что вы драматизируете. Давайте ещё вопросы. Спасибо вам, Сергей Вячеславович, за ваши монументальные труды. У меня будет два, наверное, таких глобальных вопроса. Вы могли бы дать определение с точки зрения морфологии и нейрогенеза, что такое сознание? И второе, как отличить интеллект от комбинаторики и как цифровая дебилизация влияет на развитие личности? Ну, это почти одно и то же всё. В общем, один вопрос. Сознание, если говорить по большому гамбургскому счёту, это, собственно говоря, способность осознавать себя, то есть, понимать себя, оценивать себя, объективность. Вот масштабы личного сознания – это масштабы личной самооценки. Потому что даже обезьяны обладают сознанием в нашем понимании. Они понимают, что они могут сделать – нет. То есть, самооценка-то есть. Они не берутся за те вещи, за которые не могут. Даже собака. Если это одна собака понимает, что она может перепрыгнуть в канавку в два метра, а другая понимает, что нет. Самооценка есть – есть. Значит, самосознание есть – есть. Ну, зачем ей топиться там в луже? Не будет она прыгать, а другая большая собака перепрыгнет. Значит, адекватность-то есть – есть. Итак, за что ни возьмись. Если копать в глубину, то есть, возможность вот этой самооценки, то есть, сознания, оно на самом деле свойственно большинству животных. И вот эти старые психологи, которые разводили всю эту малину по поводу человеческого сознания, его уникальности и прочее, конечно, вруны. Потому что и насекомые умеют считать, и умеют абстрактно достаточно анализировать окружающий мир в зависимости от специализации своей нервной системы. И осознают свои способности, потому что животные не делают глупости очевидных. Если бы они не понимали, не оценивали себя объективно, ещё раз подчёркиваю, объективно. Ну, это, понимаете, примерно спор такой. А что лучше – длинные руки или длинные ноги? То есть, инстинкт – это что? Это врождённая форма поведения. Если мы берём 14-летнего подростка, то, конечно, инстинкт сильнее. Он размножаться хочет. У него уровень гормонов такой, что в данном случае о сознании вообще речь не идёт. Они утрачивают это. А если мы говорим о человеке, который как бы прошёл этот пик гормональный, и в нормальном состоянии, то есть взрослый человек, то, конечно, если он не сидит в тюрьме, то быстрее всего он всю жизнь подавлял свои инстинкты. Потому, что в тюрьму как попадают? Зачем работать, когда можно украсть? Это же любой обезьяне понятно, что лучше украсть. Главное, чтобы не поймали. Собственно говоря, из этого исходит 90% людей, которые сидят в тюрьме. То есть, инстинктивно склонность к идее размножения и доминантности, она как раз у нас сидит в инстинктах. А они управляют нашим поведением через гормоны. Поэтому сознание человеческое, к нему начинают оперировать, когда уже преступника поймали. Понимаете? Он несчастный, ему детей надо кормить, поэтому он воровал. И все, конечно, этому верят и сочувствуют. Прямо сейчас. Нет, конечно, ничего подобного. Сознание начинает включаться тогда, когда включаются человеческие законы, которые построены не на биологических, то есть, не на инстинктивных принципах. Естественно, всем они начинают быть очень интересны, когда тебя уже поймали на чём-то. И тогда все за сознание, за гуманизм, за здравый смысл, за обстоятельства и всё остальное. А вот пока и не поймали – нет. Ни в коем случае. То есть, в этом отношении, конечно, поведение мотивирует у человека, особенно у людей, скажем так, живущих по принципу сегодняшнего дня, конечно, инстинктивно-гормональная регуляция доминирует. И, конечно, это трагедия для общества. Именно поэтому законы-то возникают. С времён царя Хамурапи знаменитые законы. Украл, отрубили руку. По-другому объяснить нельзя было. Без руки неудобно. Понимаете? Это уже можно понять. Я серьёзно, я не шучу. И все законодательства, наши законодательства, например, нельзя воровать? Что, это кому-то непонятно? Нельзя убивать с времён древних иудейских религий, и даже раньше шумерских, о том, что убивать нехорошо. Кому-то надо это объяснять? Нет. И всё равно, и в 21 веке законы о том, что убивать нельзя, всё равно существуют. Почему? Потому что только разреши, будут убивать направо и налево. Это инстинктивно-гормональная форма поведения. Конечно, именно поэтому у нас законы существуют. Потому что законы – это инструмент защиты умных от дураков. Перевожу на русский язык. Потому что тому, кому не надо объяснять, что нехорошо воровать, нехорошо убивать и всякие другие подлости делать, тому законы не нужны. Это позитивный отбор. Но это таких людей минимум. Да нет. У нас в биологическом обществе идёт негативный отбор. Вы можете назвать десяток ваших начальников, которые были бы лучше, чем вы? Вряд ли. А вот то, что они хитрее, коварней и подлее, вы назовёте тут же десяток. Правильно? Правильно. Так это позитивный отбор или нет? Потому что они поступают в соответствии с биологическими инстинктами, пользуясь тем, что остальные придерживают человеческих законов. Естественно, в рамках этой системы отбор всегда будет негативным. Так вроде бы эволюция мозга идёт быстрее, чем эволюция тела. Да, она идёт, это два параллельных сюжета. Дело в том, что мозг эволюционирует совершенно по другим законам. Тело по телу мы всё отличные ребята. Мы можем сейчас размножаться в живописном беспорядке, перекрёстно, как хотим. Всё отлично, мы все подходим. А по мозгам вы попробуете договориться с вашей соседкой. Никогда в жизни вы ничего общего не найдёте. Потому что по мозгам наши индивидуальные различия превышают даже видовые. Об этом много раз говорил. Это катастрофа. Потому что родители не могут договориться с детьми. Отличие по мозгу после рождения между родителями и детьми таково, что вероятность того, что родитель окажется сходным по конструкции мозга с ребёнком, равно почти нулю. Поэтому дети всегда идиоты, а родители негодяи. Редчайший случай, когда вот так получилось, что выщипелось хоть в какого-то родителя, что хоть какой-то родителе оказалась основная конструкция мозга. Об этом, собственно, в книжке «Изменчивость и гениальность» написано. О том, что в основе индивидуальной изменчивости комбинация структур. Но их три сотни. А папа с мамой участвуют в изготовлении потомка. Значит, вероятность перемешивания пополам. И вероятность того, что конструкции совпадут у родителей и детей мозга, очень низки. Поэтому понимание минимальное. Поэтому родители всё время хотят уничтожить своих потомки. То есть, дети хотят уничтожить свои родители. А родители проклинают то время, когда они совершили эту глупость. Но всё-таки генетическая детерминация же присутствует всё-таки в увеличении процента гения? Нет. Гений может вырасти в любой среде, может появиться. То есть, гений – это что? Это комбинация структур, приспособленных к определённой функции. Например, живопись, музыка, ещё что-то. В любой среде может появиться человек, у которого вся эта цепочка структур из нескольких десятков. Там музыки – это реже даже, чем в живописи. Будет выражено больше, чем остальные структуры. Не просто выражено, а просто в 5-7-10 раз больше. Ну, огромная разница. Но вероятность появления такого человека – это чисто статистическая вещь. Потому что каждый раз мозг очень изменчивый, формируется непохожим ни на материнский, ни на отцовский. Да, конечно, если вы будете из поколения в поколение брать ребёнка за шкирку и заставлять его там пиликать на скрипке, то все они будут пиликальщиками. Да, конечно, да. Можно потом благодаря блатным связям засунуть его в Большой театр. Но почему-то вот балет Большого театра не ездит со своим оркестром. Догадайтесь, за трёх раз почему. Гений – это случайность или закономерность? Гений – это случайность. Да, давайте следующий. У меня большая просьба. Сейчас я буду давать микрофон. Просьба не занимать всё время свободное, только собой. Хорошо? Доброе утро. Сергей Вячеславович, в своей работе «Морфолог и сознание» вы указали, что в возрасте примерно от 8 месяцев до 11 лет происходит элиминация синтетических контактов в первичном зрительном поле. Да. Можете рассказать, чем это обусловлено и несёт ли это какие-то негативные последствия? Да, понятно. Значит, это не негативные последствия. Да, действительно, у нас есть огромная трагедия. Дело в том, что у нас очень много в развитии мозга структур, которые уменьшаются. Ну, вот вы представьте, мы особенно в возрасте, я уже в возрасте, здесь тоже есть пожилые люди. Старение связано, особенно мы зрительные существа, у нас ведущая система афферентации – это зрение. И вы представьте себе, что у нас закладывается зрительных клеток в глазу, те, которые связаны со зрением, непосредственно не буду углубляться, примерно на треть больше, чем оказывается у взрослого человека. То есть, одна треть отростков ганглиозных клеток сетчатки глаза элиминируется. Более того, к вашему вопросу, в коре, в затылочной связи то же самое элиминируется, которая начинается с латерального коленчатого тела. Там система такая от глаза, от ганглиозных клеток приходит в латеральное коленчатое тело, переключается и в затылочную кору. Там, где мы, первичное зрительное поле. И там, и сям гибнет, там где-то треть, где-то половина этих связей исчезает. На самом деле это катастрофа. Вот если бы у нас медицина не занималась бы не телемедициной, постановка диагноза по этому, по компьютеру, а чем-нибудь разумным, мы бы занимались чем? Надо пытаться научиться сохранять этот ресурс. И таких ресурсов у нас в мозге очень много. Примерно 85% нейронов спинного мозга погибает в эмбриональном развитии. Представьте себе, если бы мы хотели, хотя бы могли сохранить 10% этих потенциальных нейронов, которые могут устанавливать связи в спинном мозге. Вот эти тысячи, миллионы спинальных больных, которые в каталках есть, могли бы быть восстановлены. То есть, никто не занимается, вам клянусь. Ни один человек, ни одна лаборатория нигде в мире. Вообще. Немодное дело. Понимаете, слил две проверки, генетическую муть запустил в статью и поехал. Всё, отличная отчётность. А вот делом заниматься, то есть, у нас человек закладывается, возникает и в зрительной системе, и в слуховой, и в спинном мозге гигантское количество нейронов, которые по тем или иным причинам развития эмбрионального, вот в этой книжке об этом написано, «Морфология сознания», я там привожу массу примеров, так называемой морфогенетической гибели. Избыток этих нейронов погибает. Научись мы их сохранять, как, я не знаю. Но намёки кое-какие есть. Такий эксперимент приведу. Пример по сохранению. Можно взять зародыши лягушки, ну, самого тривиального, и на ранних стадиях развития взять от другой лягушки зачаток конечности, почку конечности вырезать. Это сложная операция, но возможная. И пришить к другому, у которого всего 4 лапки. И ещё парочку пришить конечности. Ну, где-нибудь в серединке. Вот этих почек конечностей пересадить. У лягушек, если они полученные от одной папы с мамой, то есть очень близкие, то есть практически линейные отторжения, никакого не происходит. И что происходит дальше? Смотрим, вырастает шестилапая лягушка. Само по себе довольно забавное занятие. Но они в природе иногда возникают, шестилапые. Это бывало, описано, известно. Так вот, если потом взять эту лягушку, значит умертвить и посмотреть, что у неё с спинным мозгом. То выяснится, что в месте иннервации спинным мозгом дополнительной пары конечностей нейронов сохранилось примерно в 2,5 раза больше. Вот вам, пожалуйста, даже есть экспериментальные некоторые основания для сохранения спинного мозга человека, такого потенциала для регенерации и восстановления. То есть вот этот принцип, о котором вы говорите, о том, что погибает, это так дифференцируется кора мозга человека. То есть в чём дело? Погибают те связи и те нейроны, даже нейрональная гибель идёт, которые расположены слишком плотно. Там есть такая особенность, потому что каждому нейрону нужно подвести, во-первых, гляльная клетка, чтобы питать его, во-вторых, синапс. Вот когда вы смотрите телевизор, там показывают нейрон. Но вы должны понимать, что эта картинка создана полоумным инженером и таким же более полоумным дизайнером. Почему? Потому что там отдельный нейрон висит в пространстве, и там какие-то импульсы происходят. Нету такого мозга. Но мозг забит так, если бы у нас взять сейчас всех здесь, собрать в такое помещение, где-то 4 на 3 метра, так плотненько упаковать, отлично мы там будем. Там будет свободное пространство, мы с трудом будем дышать. И недолго. Вот такой плотности организация, мембрана к мембране, нейрон к нейрону, гли-гли, там плотнейшая система, нет там никаких щелей, нет там никакого пространства маразматического, которое рисуют в компьютерные эти фантазёры. Там всё сверхплотно, и поэтому, когда клетки гибнут, что получается, или связи разрушаются, образуется то самое пространство, которое позволяет образовать дальние связи. То есть, это морфогенетический феномен. То, что не задействовано, как в спинном мозге, не иннервирует конечности. Как вы понимаете, в эксперименте можно подшить парочку и показать, что не все погибнут, если будет место иннервации. Тогда, значит, все, кто не участвует, кто опоздал, всех убивают, причём соседи, там дружеский каннибализм. То есть, сосед не установил связь, но его, значит, тот, кто успел установить, съел. Поэтому клетки такие здоровые спинном мозге. Остаётся их у человека всего 15%, а 85% уходит в канализацию, то есть, съедают дружеские соседи. Каннибализм. Поэтому вот ресурс потенциальный, как для сохранения человеческого мозга, как для регенерации старческого зрения, слуха, обоняния, осязания и прочего. Но этим, я ещё раз говорю, несмотря на все мои призывы, призывы жалкие. Это не модное направление. Там нет молекулярного надувательства. Никакого, никаких грантов никогда никто не получал, получать не будет. Поэтому ресурсы, значит, а все эти истории с стволовыми клетками, клонирование и всё остальное – это чисто помывочные бизнес-проекты. Так что вот, к сожалению, механизм такой. Я специально обострённо в этой книжке, вы совершенно правы, очень много посвятил вниманию вот этой гибели клеток в разных отделах мозга человека, которые могут потенциально продлевать нам жизнь, сохранять наше сознание, когда гибель уже клеток идёт естественным путём от возраста. Давайте ещё вопросы. Да, я просто дошла меня, если мы вопросы задали, что мы не делаем. Вот, нам надеяно, по павловской системе и определениям, что такое сознание, инстинкт, вы дали определение. Вот, не могли бы вы расширенно сказать о определении таких терминов, как старт рефлекс, условный рефлекс, безусловный рефлекс? Это первый вопрос. Второй вопрос по повторяемой модели поведения у простейших организмов, не обладающих центральной нервной системой, вырабатываемой на воздействие электрическим сигналом или химическим. Ну, понятно. Значит, ну, Павловскую я обсуждать не буду, извините, потому что концепция довольно, мягко говоря, сомнительная. Именно поэтому Павлов собаке привязывал хвост. Потому что никакой рефлекторной дуги не существует. А, надеюсь, это понятно? Прямой рефлекторной дуги нет. Потому что зачем хвост собаке привязывать, когда она стоит в станке? Чтоб она дрянь такая не виляла им. Потому что если собака начинает вилять хвостом, перебирать лапами, то это уже не условный рефлекс. Это целый комплекс поведения на присутствии пищи. Поэтому Иван Петрович её бинтиком привязывал, и всё. И становился чистый условный рефлекс. Ну, такой ерундой уже давно никто не занимается. Условные рефлексы существуют. Но эти условные рефлексы являются физиологической основой реакции на нормальное раздражение какое-то, любое. Неважно, какое раздражение. Но есть запах. Можно же не миску, а может быть запах, пожалуйста. Может быть визуальный образ. И, конечно, выделяет слюна. В этом понимании условный рефлекс есть. Зачем ребёнка берут, когда он рождается, по попке. Шпок. Чтобы задышал. Это условно рефлекторно. Да, вы бутерброд заглатываете. Он начинает двигаться. Вы же не контролируете его движение в животе. Он как-то сам там ползает. Это условно рефлекторно. Рубаховское сплетение проталкивает. Проталкивает его ниже, ниже, ниже. Там чисто есть раздражается, туда проталкивает. Это безусловный. Это безусловный простой рефлекс. Условные рефлексы нарабатываются, да. Но они как возникли, так и исчезают. Если они очень устойчивы, то они возникают за счёт синаптических связей, если вы их долго-долго вырабатываете. И, как известно, школа Павлова, они там добивались условных рефлексов даже пятого-шестого порядка. Когда на первом рефлексе, если долго работать, вырабатывает следующий, там звук шагов лаборанта, значит, выделение слюны, потом лампочка, потом звук шагов лаборанта, значит, на лампочку переключать, следующий. Потом дальше хлопание дверью. И вот выяснилось, что там это может быть очень много. И у Павлова была такая модель, что, значит, мол, где условные рефлексы высоких порядков, они являются основой сознания. Ну вот, да, такая концепция. Если вам интересно, то вы почитаете, есть такая книжка «Сентагакатай Арбип», переведённая на русский язык, 1974-1976 год. Я не знаю, как допустили наши физиологи себе похоронные, значит, заключения издать, потому что на самом деле в этой книжке «Концептуальные модели нервной системы» описана Павловская система, ещё десятка-полтора таких же. То есть, это так называемые атомистические теории поведения, довольно примитивные, которые пользовались популярностью в начале XX века. Их было очень много. Просто у нас была Павловская, ну а там в других местах были другие. Они одинаково никчёмные. Потому что само понятие безусловного рефлекса, это хорошее, но оно было не только у Павлова, это было и у Бехтерева, который, надо сказать, задолго до него это сделал. Ну и у многих других исследователей. А теория обратной связи, которая потом относится к Ухтомскому и Анохину, тоже к ним никакого отношения не имеет. Потому что до этого были известны системы обратной связи установлены. И в попытке построить хоть какую-то рабочую модель нервной системы из этих абстрактных представлений не получилось. Почитайте синтеката и арбибы, там всё подробно изложено. Концептуальные модели нервной системы, и они абсолютно не работают. То есть, к тому же, они все, ещё раз говорю, во всех этих системах не предусматривается, просто это не было известно, самого главного, что нервная система не статична. Нервная система – это вечный морфогенез, то есть, вечное образование, что они синапсом. В теории функциональных систем, ни в теории Павлова это вообще никак не рассматривается. Вот там, в рамках этой теории, пожалуйста, алгоритмы, тогда это вот, наш мозг – это калькулятор. Вот это вот уровень рассуждений 50-х годов. К сожалению, наши сегодняшние все теории по искусственному интеллекту, они к этому кончаются. Я читал не так давно лекцию в Ульяновске по искусственному интеллекту, собственно говоря, и там я рассматриваю. Собственно говоря, сегодня у нас используются в так называемых нейрокомпьютерах модели конца XIX века. Ничего не изменилось. Убогость, ну, просто запредельная. Специально там проводил, посмотрите, в интернете есть, проводил аналогии, рассматривал все варианты. Дальше там обобщение 60-х годов, ничего не ушло. Никакой математики новой. И все это вот находится на уровне убогого. То есть, суммация, огромные базы данных, суммация, алгоритмизация, все, то есть, калькулятор. Пока ни о чем нет. И если использовать Павловскую модель – отлично. Но только к мышлению никакого отношения не имеет. Потому что мозг, еще раз подчеркиваю, это динамическая система, в основе которой лежит морфогенез отдельных нейронов и синапсов, который продолжается всю жизнь. Именно поэтому ничего не получается. Именно поэтому подход алгоритмизации и попытки использовать вот эту арифметику примитивную, она ни к чему не приводит. Поэтому при наращивании, невероятном наращивании мощности компьютеров, результаты сверхубогие. У всех есть ИНН. И у всех. Все же поменяли его минимум два раза. Ну, один-два точно. Да, да. Это что? В компьютере, в калькуляторе у вас 145 миллионов номеров не может сохраниться? Не издевайтесь, пожалуйста, надо мной. Какой искусственный интеллект, если у вас 145 миллионов ИНН нельзя сохранить? О чем вообще идет речь? Куром на смех. 145 миллионов номеров умещается в маленьком на ладонном компьютере. И этого нельзя сделать? Или номера машин? Какой искусственный интеллект? Вы о чем вообще? Не смешите просто людей. Это, так сказать, да, хорошее помывочное, я завидую, ребята хорошо устроились. Я тоже так хочу деньги зарабатывать. Давайте еще вопросы. Давайте, еще вопрос есть? В одной из передач, по взгляному как раз, у вас была фраза защемление нерва, некорректная фраза. Но потом началась реклама, вы мне объяснили. И вот звон в ушах, шум, вот эти патологии. Могли бы сказать, почему? Ой, вы знаете, звон в ушах, надо идти в лор-кабинет. Потому что там может быть миллион причин. То есть, я вам просто объясню. Даже передача вашего сигнала от вашего уха просто в кору в 41-е поле его окружения. Здесь, кстати говоря, просто накануне считал одного западного идиота, другому назвать не могу, замечательную статью о том, что слуховая система у нас не имеет точной локализации. Тут же захотелось ему дать в ухо, чтобы он понял, что локализация есть. Доктор наук, там Кембридж, бред сивой кобылы. Он просто путает божий дайв с лишней, что там называет 20-е поле слуховым. Уровень образования, то есть, где-то нашего медучилища примерно. Английский доктор наук. Теперь относительно вот этих всех вещей. Защемление – это катастрофа, я не врач. Но это катастрофа. Если что-то где-то защемит, значит, если вам говорят у вас защемление, то уже поворачивайте, уходите. Это, знаете, вот как с вашей прической, вы бы принимали в кабинете по выращиванию волос. Ну, естественно, любой открывший, посмотрев на вас, скажет, какие выращивания волос, он же лысый. Понимаете? Вот то же самое, когда вам врач говорит об этом, что у вас там какое-то защемление, а вы к нему пришли на своих ногах, вас не принесли. Надо немедленно уходить куда-нибудь в другое место. Потому что это сложное дело, если действительно есть неврологическая органика. Вам любой нервопатолог скажет, что это огромная проблема. Минимальные органические нарушения. И вы становитесь вообще малоподвижным. Там зависит от того, где и как. А в слухе, вот у вас слух, вы говорите, шумит. Может, у вас просто это, пробка в ушах, надо проверить. Это такой самый простой вариант. Но есть другой, перечислю. У вас в слуховой системе всего 12,5 тысяч клеток в каждом ухе. Всего у нас 25 тысяч. Это на всю жизнь. Новых не будет. Если вы там гвоздиком ковыряете, это очень опасно. Потому что эти 12,5 тысяч клеток, которые воспринимают все звуковые сигналы у вас в ухе, они сами безволосковые. Они очень чувствительные. У нас слух – это уникальный аппарат, ваша атолитовая мембрана, которая воспринимает слух. Она смещается, вдумайтесь, на половину диаметра атома водорода. И это воспринимается уже как звук. И вот эти клетки за счёт чего? Они сами никакой сигнал не генерируют. Это невозможно такой чувствительностью обладать. Они просто через себя пропускают сигнал со скоростью 200 импульсов в секунду, который проходит. Ты малейшее давление на эту клетку, сделай там 199 сигналов, импульсов, проходящих через клетку. И тогда она это воспринимает как звуковой сигнал. В зависимости от того, где он… И дальше поднимаем эти слуховые давления. Там же есть эндолимфатическая жидкость. Может быть с давлением она обновляется? Да. То есть кроме грязи в ушах, значит, вот мембрана атолитовая. Это жидкость. Дальше. Там две группы клеток, которые передают сигнал и возвращают его. Гангли – первая группа клеток. Потом я просто пересчищу, чтобы вы поняли масштабы катастрофы. У вас два входных ядра слуховой системы. Верхняя, нижняя и кохлеарные. Оливарный комплекс. Три ядра латеральной петли. Высокая, низкая и средняя чувствительность. Причём высокая чувствительность у нас погибает в детстве. Потом задние бугорки четверохолами. И потом 41-е поле. В любом месте может возникнуть что? Дегенерация сосудов. Ишемический процесс. Всё, что хотите. На пути только внутри мозга. И это будет восприниматься к изменению слухового порядка. То есть вы будете что-то не слышать. Поэтому опытный нервопатолог раньше, постучав, послушав, он там ставил с точностью до миллиметра диагноз. Но сейчас таких нет. Они с помощью ЕГЭ уничтожены начисто. Вот эта Булонская конвенция. Большой привет Западу. Сейчас есть инструменты. Всякие томографы. Но для того, чтобы добраться, проверить хотя бы это, нужно вас месяц обследовать. Вот и тогда можно ответить на вопрос. Если всё нормально, органики нет, того нет. Тогда надо искать физиологическую причину. То есть вот такой бытовой подход сейчас, при сегодняшнем инструментальном парке, я вас умоляю не слушать никого, а идти и обследоваться. Потому что это ваша жизнь. А в нервной системе, вы поймите, погибший нейрон вы не восстановите с помощью Чумака или Кашпировского. Понимаете? Они новые не появятся. С возрастом они только дегенерируют. И больше ничего. Да, там компенсации за счёт образования новых связей. Но эти новые связи не бесконечно могут компенсировать. Они просто нас делают упёртыми стариками. Но никак не творческими мыслителями. То есть мы чем дальше, тем тупеем, но зато становимся целеустремлённее. Вы знаете. Попробуйте своими бабушками и дедушками. Они туповатые, но очень целеустремлённые. Почему? Нейронов мало, зато у каждого нейрона связи. Вот о них мысль пришла одна в голову. Они её думают. Это катастрофа в семье. Я всё понимаю. Но, к сожалению, почти всех нас это ждёт. И меня в том числе. Давайте ещё вопрос. Которые обменные процессы, вопрос простой. Можно ли высказаться в выходные дни на неделю вперёд? Ну, студентами, например. Чтобы эффективно учиться при хорошей загрузке. И всё более сложно. То во время сна, есть ли такие нежные процессы, которые во время сна позволяют очиститься мозгу полностью от всего плохого и зарядиться всем хорошим? Нет. Мозг – это такая гадость, что он вообще никогда не отдыхает. Просто когда человек спит, у него нет, как говорят психологи, ведущей доминантности. То есть, на самом деле нет серьёзного раздражения. Вы не можете произвольно контролировать работу мозга. И он этим пользуется. И давай там активничать во что придётся. То есть, что там у вас было, последнее возбуждение. Вот начинаются использовать всякие сочетания связи. Память, соответственно, работает. И поэтому сны всякие иногда нехорошие. Иногда хорошие. Иногда говорят, о, мне во сне приснилось, это произошло. Сколько раз тебе приснилось и не произошло? Ты сосчитал? Мне приснилось и произошло на следующий день. Так сколько раз тебе приснилось и не произошло ничего? Этот вопрос почему-то повергает в шок. Потому что это то же самое. Он говорит, ну, знаете, вы говорите, что там вредные привычки не всегда губительны. А вот, смотри, человек не пил, не курил, дожил до 90 лет. А вытаскиваю такого же, говорю, вот, пожалуйста, 95 лет. Он пил, курил. Дальше что? А сколько умерло и не курящих, и не пьющих, и пьющих, и курящих, кто не дожил до 95 лет? Только так можно сопоставлять. Да надо поднимать всю статистику и отрицательную, положительную сопоставлять. Поэтому насчёт мозга. Мозг ночью работает. Очистить его никак нельзя. Эту клизму сделать туда невозможно. Если его очищать, его отключать надо. Отключить нельзя. Вся память динамическая. То есть, мозг работает по такому принципу. Сигнал перестал бегать. Всё, вы забыли навсегда. Всё, ничего невозможно. Почему там люди после инсультов не могут вспомнить многих вещей? А если в ствол, они не учатся по новой ходить? То есть, из-за чего? Из-за того, что вся память динамическая. Как в компьютере. Вы его выключили. И всё, что было в динамической памяти, исчезло. Только осталось то, что на диске. А мозг, если ты выключаешь, там и диска никакого нет. Там сигналы бегают. Всё, и конец. Именно поэтому, когда возникает у людей клиническая смерть, его откачивают до 6 минут. Ничего ещё. Там ещё потери, в общем, незначительные. То есть, внутренняя энергия нейронов хватает на 6 минут. Поэтому даже в глубоком сне наш мозг всё равно работает. Всё равно он потребляет 10% примерно всей энергии организма. Иначе поддерживать эту самую память, когда вы проснётесь, вы не сможете вспомнить, как вас зовут, если это не будет. Всё. И даже не сможете дойти до вами в ряде случаев. Потому что вы не будете знать, как ножки переставлять. Вы утратите этот навык. Хотя он записан там очень хорошо в виде синаптических связей, продублированных и прочее. Многие знают, кто побывал на операционном столе, что потом происходит. Даже без всякого наркоза. Там через 3 дня вы с трудом переставляете ноги. Потому что это серьёзная проблема. Разрыв синаптических связей. Поэтому мозг работает. Очистить его за ночь нельзя. Что желательно бы сделать? Желательно побольше использовать метаболитов, которые бы компенсировали по траву дневную. Когда мозг работает, ему нужно большое количество электролитов. То есть, это нужно, чтобы была вода, которую вы пьёте, содержала электролиты крови. Наша кровь очень похожа на морскую воду. То есть, на самом деле, наше хвостатое прошлое, оно в нашей крови. Кровь, практически очищенная от клеточных элементов, представляет собой морскую воду. Именно поэтому она такая солёненькая для любителей вампиризма. Нравится вкус крови – пейте морскую воду. Такая же гадость абсолютно. Поэтому кровь нужно заполнять электролитами недостающими. Желательно воду минерализованную. Это раз. Во-вторых, мозг всю жизнь строит. И сам себя. Поскольку у него главная активность – это образование новых синапсов и новых отростков. Он всё время синтезирует новые белки. А это что значит? Огромное количество аминокислот. Строит собственную мембрану. То есть, это белково-липидные компании. То есть, белки, липиды, углеводы в большом количестве. Поэтому, если хотите проснуться с нормальными мозгами, лучше загрузить. В кишечник и липиды, и белки, и углеводы так сбалансировано. Ну, конечно, лучше всего там трюфеля с чёрной икрой под коньячок. Я так считаю. Да, я понимаю, что это нехорошо. Но очень вкусно. И таким образом компенсировать недостатки. Но если этого не делать, то есть, если не будет электролитов, белков и липидов, то мозгу не из чего будет образовывать свои синапсы, свои отростки. Это синтетическая деятельность. Это раз. Второе. Нужен свежий воздух. Даже когда мы совсем ничего не делаем, всё равно 25% кислорода идёт на поддержание работы мозга. Поэтому эта идея Леонарда да Винчи о том, что мысли разбегаются, поэтому надо сидеть в затухлом помещении, я умоляю, не надо повторять. Нет, он, конечно, гений, но он остальное время проводил на улице. А ночевал в маленьких таких ночлежках. Себя устраивал с низкими потолками. Он считал, что мысли разбегаются. То есть, он был сторонник получения удовольствия от гипоксии. Возникала гипоксия, действительно, мозг мобилизуется немного. Он это заметил и пропагандировал. Так не надо поступать. В обычной жизни лучше всё-таки, чтобы было кислорода много. Мозг слишком много его потребляет. Вот тогда максимальная регенерация. И, отходя ко сну, конечно, желательно понасытить организм кислородом. То есть, интенсивно подышать. То есть, не утром, а перед сном пройтись, подышать поглубже. С задержкой дыхания. Тогда вы насытите свою кровь кислородом. Будете лучше спать. Проснётесь более-менее свежей головой. Но спать в вашем возрасте – это где-то минимум 7 часов. Я понимаю, трудно, но приходится себя заставлять. Иначе вы не восстановитесь. Иначе всё время в минус будете уходить. К сожалению, так, мол, устроено. Слишком медленно. Чем старше возраст, тем меньше, медленнее происходит энергетическая компенсация. Там надо накапливать метаболиты. Работать, получается, чем старше, тем меньше. А отдыхать – больше. Не из-за того, что... Физически. А из-за того, что мозг не справляется с метаболизмом. Сосуды. У нас после 50-ти кровоснабжение мозга падает просто из-за особенностей сужения сосудов. Снижение кровотока и прочее. Примерно процентов на 40. Ну, ты ничего не сделаешь. Давайте ещё вопрос. Здравствуйте, Сергей Насалевев. Здравствуйте. Да. Так такой вопрос. Не знаю, к вам или, может, не совсем к вам. В общем, по поводу девушек. Ну, по поводу девушек точно ко мне. Давайте. Я заметил, что многие девушки предпочитают, и даже, можно сказать, балдеют от быдла, либо кавказцев, либо вот этого направления, в общем, элементов. Ну, а чего? Вы тоже можете отпустить себя небритость семидневную, будете нормальным. А с чем это связано? И они не видят их примитивную форму. А при чём примитивную девушке? Зачем мальчики девушкам нужны? Вроде, насколько мне известно, для размножения. Ну, или для этой имитации. А, извините меня, вон у нас сидит почти, он кавказец, пожалуйста. Отпустите оборотку и всё. Девушки оценивают, вы поймите. Девушки, когда интересуются молодыми людьми, у них немножко другие критерии. И критерии биологические. У женщин очень сильно развита лимбическая система. Она вступает в дифференцировку первой. То есть, это что, лимбическая система? И то, что нам досталось-то безьян. То есть, это инстинктивно-гормональная форма поведения. Девушка хочет выйти замуж. Это основная стратегия репродуктивная. И это ему всё подчинено. И поэтому она выбирает, чего? Зачем ей решение подтверждения теории по Анкаре? Из этого что? Дети не получаются. Дети получаются, если будет здоровенный мужик. Вы обратите внимание, что происходит у нас в институте Патрисы Лумумбы. То же самое, что в Швеции. И когда они не могли решить проблему из-за того, что шведки всё время предпочитали выходить замуж за родственников ближайших. Почему? Потому что деньги, чтобы из семьи не уходили. Это традиция. Что сделали в шведское правительство? Они 100 тысяч человек с берега Слоновой Кости. Таких мулатов, мускули, с берега Слоновой Кости, он в Африке. Запустили туда и всё. Как шведка может устоять? Это не важно, что он читать и писать не умеет. Зато мужик-то какой. Вот и всё. То есть, девушки решают репродуктивную задачу поначалу. Потом, когда они решают эту проблему, они одумываются. Но уже поздно. Вот обычно. И пытаются решить её по-другому. Ну, поэтому у женщин обычно два цикла таких репродуктивных наступает за всю жизнь. У некоторых там больше. Уж гормоны не вечные. Потому что лимбическая система долгое время доминирует. Да и у молодых людей то же самое. Ну, посмотрите, на кого молодые люди бросаются. Неважно, какой порос он диким волосом или не порос. То же самое. Они что, бросаются на маленьких кривоногих с лохматыми конечностями? Кривых и покляпых? Ещё горбатых? Потому что нет. Я обратил внимание, что на других, в основном на длинноногих, блондинок. Ну, или брюнеток на худой конец. Крашено, конечно. Ну, то есть, речь о чём идёт? О том, что пока человек на гормональном фоне, особенно девушки молодые, привлекательные, они решают гормональные задачи. У женщин немножко другие задачи. Это потом, когда уже всё произойдёт, и они уже себе, так сказать, создадут проблемы, они начинают интересоваться чем-то другим. Это описано у меня во многих книжках. Вот в том числе и в нищете мозга, и в церебральном сортинге это есть. К сожалению, это большая проблема. Потому что созревание человеческого мозга не совпадает с созреванием разных его отделов. То есть, у нас кора развивается и дифференцируется поздно, когда осознанное поведение. И у девушек оно тоже возникает, но с опозданием. Но если бы лимбическая система развивалась так медленно, не так быстро, то человечество бы вымерло. Потому что у нас есть нехорошая такая статистика, где-то 70-80% населения – это вообще незапланированное население. Его быть не должно. Это случайные события. Вы с пристрастием допросите маму с папой, как вы появились. Они вам скажут, что случайный продукт. Никто не хотел. Ну и всё. И таких 70%. Понимаете? Благодаря тому, что человек не может контролировать своё поведение. Именно в репродуктивном плане. А девушки выбирают по репродуктивным признакам. Большой мужик, сильный, всё, красивый. Знает 30 слов, говорит их редко. Отлично. Люда – это Кэлочка. Ну, чего вы? Это же всё описано в классической литературе. Это, в общем, не ко мне по большому счёту. Но смысл такой, что на ранней репродуктивной стадии лимбическая система, которая является основой принятия инстинктивно-гормональных решений, работает у девушек. Недавно было исследование такое. А кто более послушный в семье? Кто проявляет максимальную самостоятельность в семье? Вот подрастающие дети. Начали тинейджеров обследовать. Что выяснилось? До 13 лет девочки являются самыми покладистыми и послушными. А после 13 лет 85% девушек являются скрытыми террористками семейными. И вообще не слушают своих родителей. Только имитируют. Сколько они хитрые. Но у них возникают половые задачи, которые не решают, обманывая своих родителей напропалую. Почему? Потому что их поведение диктуется лимбической системой. А у мальчиков, наоборот. Выясняется, что мальчики в возрасте нежи более послушны в два раза, чем девочки. А девочки всё это делают, но только скрыто. Обманывать надо учиться в детстве. Давайте ещё вопрос. Скорее, для мальчиков это хорошо? Смотря для каких. Вы знаете, для некоторых мальчиков армия является смертельным номером. Потому, что для одних мальчиков, это, извините, особенно в провинции, это способ вообще решить вырваться из довольно замкнутого круга. Потому, что не всё население живёт одинаково. Надо понять. У нас большие проблемы. Совсем недавно, в начале нулевых, прежде чем детей забирать в армию, потом откармливают. Потому, что они просто не в состоянии служить. У нас не всё так хорошо, как кажется. Поэтому дети разные. Для одних мальчиков армия – это счастье, это способ вырваться из места, где они родились. Хоть как-то получить хоть какое-то представление о мире. А для кого-то это катастрофа. Просто после этого они становятся агрессивными, бессовестными и прочее. То есть, очень разные. Это надо подходить по-разному. То есть, это не всегда хорошо и не всегда плохо. Наш мозг очень индивидуальный. Поэтому любое дело, которым занимается человек, может принести одному человеку колоссальную пользу, а другому колоссальный вред. Там все военные генералы, прошедшие армию и прочее, само собой, они говорят, это прекрасно. А музыканты и художники говорят, да это ужас какой-то. Ну, вот вы чего хотите-то? Вот отсюда и надо ориентироваться на это. То есть, мне кажется, специализация на убийстве друг дружки – это не самое лучшее занятие. Хотя без этого не обойдешься ни в одной стране. Давайте чего-то. Здравствуйте. У меня какой вопрос. Олег Александрович Чичагин тоже физиологией занимается. Он утверждает, что у молодых парней, под воздействием трех гормонов, образуется центр, условно говоря, центр воли. Как вы это комментируете? Центр воли – это, по сути, способность действовать, идти к цели в отвлеки своим инстинктам или в лене. Я никак не отношусь. Такого центра воли нет. Гормонов у человека намного больше. Извините. Конечно, мне приятно, что он про три гормона знает. Ну, а где ещё десяток? К тому же, девушки идут тоже к цели довольно неплохо. И у них другие гормоны. Мне кажется, что это просто никчёмное объяснение того, чего на самом деле нет. Что за центр воли, под действием гормонов. Но это, вы знаете, это какое-то мелкое жульничество. Вы меня извините. Так, физиолог, нормально образованный, так сказать не может. Мне нечем комментировать, потому что это безграмотные вещи. Но это как палеонтологи начинают рассуждать, как может человеческий мозг работать на одном медиаторе. Ну, видимо, у них он на одном медиаторе и работает. Что тут можно сказать? И книжку вот такой толщины пишут. Безграмотность. Вы знаете, как сказал один философ, если ум человеческий имеет пределы, то глупость бесконечна. Безконечна. Поэтому это единственное, что могу сказать об этом человеке. Давайте ещё вопрос. Сергей Вячеславович, вы просили в 20 минут. Да, ну давайте. Ну давайте сейчас давайте два вопроса маленьких. Давайте. Вот у меня там девушка ближе к 60. Я хочу её услышать. Спасибо. Вопрос. Операционный наркоз. Что происходит с мозгом в этом времени? Зависит от того, какой. Вы знаете, это сразу говорю. Это химическое как информация, да? Какой конкретно наркоз? Сейчас вообще стараются делать там люмбальные разные. Чтобы человек, так сказать, был в сознании, минимизирует это. Любой наркоз – это плохо. Но всё зависит от того, какой. Вы знаете, мне так в жизни не повезло. Я, например, прошёл ужасы смешанного наркоза, когда там чуть не по пироговской технологии делали. Времён там типа серного эфира. Ну вот. Это ужас. Из этого выход – катастрофа. Ну, были такие условия. Но сейчас это намного мягче, всё намного лучше. Но любой наркоз – это проблема не столько с мозгом, сколько с сердцем. И поэтому надо быть осторожным. И, конечно, сейчас уже развиты новые системы наркоза, менее травматичные, особенно люмбальные, когда там водятся, тоже на своей шкуре испытывал, водятся там определённые области спинного мозга. И когда отключается, например, нижняя часть тела, а сердце работает нормально, голова в сознании. Поскольку сам испытывал на своей шкуре все эти штучки, могу сказать, что в старые времена это была катастрофа. Давно. То есть, ну, там, 50 лет назад. А сейчас это достаточно развитая химия и намного менее опасно, чем… Но часто это делать не надо, естественно. Так, давайте ещё какой-то вопрос, молодой человек. Да, давайте. Александр Иванович, молодой человек из другого города приехал. Да, ну, из другого города – это святое. Давайте. Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Лучше привет вам из Казани. Ой. Ждаю вас в Иннополисе, но я не жалею, что при этом. Ну, в Иннополисе – это вопрос к организаторам, потому что я был готов. Ну, ничего страшного. Я тоже так думаю, да. В общем, я постараюсь быть красным. Я художник, всю жизнь, сколько себя помню, рисую. Сам выбрал этот путь. Ну, я думаю, что вам не 70 лет так поведут. Нет. 20. Был 21, у вас ещё всё впереди. Вот, я по несколько раз перечитывал ваши книжки, по крупицам там находил всю информацию, связанную с искусством, потому что мне это было очень интересно. А вопрос-то задавайте. Вот. И вопрос такой. То искусство, которое вот сейчас происходит в мире, на него просто, закрыв глаза, можно смотреть, потому что очень тяжело вот всё это воспринимать. Так или иначе придётся на плечи тех художников, которые как-то сейчас актуальны, вставать. И этого очень не хочется, потому что то, что они делают, это очень сложно назвать искусством. Всё коммерциализировано. Так, вопрос-то какой? Да я с вами согласен. Я считаю, что то, что может нарисовать пьяный пионер за 15 минут искусством, называть нельзя. И вот вопрос, если всё так крайне субъективно, вот как вообще художнику можно хоть с какой-то минимальной точки зрения вообще стать художником, скажем так, и оставить своё имя в истории, если в истории стоят только имена те, кто, скажем так, актуален. Ну да, битва негров в тёмной комнате, да, это знакомо. Кто делает политические какие-то акции, которые совершенно с искусством не связаны, кто, скажем так, сейчас популярно феминистическое искусство, которое никак не связано вообще с этим. Ну, здесь большие проблемы, потому что вот именно феминистическое искусство, оно возникает от того, что мужиков не хватает. Тут это известный феномен. Ну вот, девушек надо любить почаще, тогда они не будут заниматься ерундой всякой. А так-то, если говорить о художниках, то, к сожалению, да, это бизнес сейчас, как в любом деле. Но вы поймите, вот вы говорите, у нас там в искусстве такое дело, что вот огромное количество прохиндеев, которые делают вид, что они умеют рисовать. Но вы знаете, в своё время, по-моему, Репин принимал к себе художников очень просто в ученике, знаете, да? Он говорит, лошадь, лошадь нарисуй, лошадь не рисуешь, всё, свободно. То есть, у нас сейчас таких критериев очень мало. Нужно здесь две вещи сделать, на самом деле. То есть, добиться признания в классической живописи архи сложно. Почему? Потому что это, говорит, ну, это уже всё было. Что вы там можете? Значит, надо делать в два раза лучше, чем было. В своё время мне был задан вопрос, я неплохо рисовал, и я мог разделить вашу тяжёлую судьбу. Меня спросили, ну, ты вот сможешь рисовать, ну, как там, выдающиеся художники, не буду называть, неприлично себя сравнивать ни с кем. Я говорю, да, так смогу. Он говорит, а ещё лучше. Я говорю, нет, нет, нет. Ну, тогда нечего тебе делать. То есть, в искусстве надо ставить высочайшую планку. И я обращаю внимание на всех этих абстракционистов. Вот в этом календаре у меня… Вообще внимание на то, что актуально, да? На актуальное искусство не надо обращать внимание, потому что это средство бизнеса, понимаете? То есть, вот раньше как, вы почитаете книжки времён Петрова, Воткина и прочего, там всё же это описано. Там как приходили на выставку коммерсанты и смотрели. Значит, так, женщины не годятся сразу, это вообще никчёмный материал, хоть она может быть гениальной художницей. Значит, смотрим на мужиков. Значит, вот этот шикарно рисует, всё там отлично. Но он какой-то такой с бантиком, интеллигент, мерзость какая. Нет, не годится. Значит, давайте смотреть следующего. А вот этот вот пахнет водкой, значит, покрыт диким волосом, не мылся уже две недели. Девицы вокруг него скачут. Во, вот это подойдёт. И вот это XIX век, вдумайтесь, и они говорят, вот из этого мы будем делать гениального художника. Почитайте о Генре, когда они там, гениальный художник, только мёртвый, это ясно. Когда они втроём разыгрывают, там, на спичках, и дальше они рисуют две недели или два месяца картины, потом объявляют гибель величайшего художника, его хоронят с помпой, и потом устраивают выставку продажи его картин. Это ровно, ничем не изменилось за столетие. Это всё прохиндиада чистой воды. И вот вы там смотрите, мазню, две красных линии, и там раздавленная кошка размазана по ним. Ну, вот, 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 вот. То есть, здесь вопрос такой. В живописи, вообще в искусстве я немножко к этому имею отношение. Вот эта система, она, конечно, уничтожает всё на свете. Как выжить в этой среде, я вам могу сказать. То есть, вы должны, во-первых, научиться реально рисовать. Не просто рисовать, а быть лучшим из лучших. То есть, просто в классическом понимании. А потом уже изобретать вот эту вот битву негров в чёрном комнате. То есть, без этого не обойдёшься. Иначе вы своё искусство им не проживёте никогда в жизни. То есть, вам надо, с одной стороны, быть очень хорошим художником, а потом стать феноменальным жуликом. По одной простой причине. Иначе вы не убедите окружающих, что вы великий художник. Вы думаете, Леонардо да Винчи был другой? Я вас умоляю. Это была ровно такая же чертовщина, как и сейчас. И простого пути у художников нет. Поэтому, когда вы берётесь и пытаетесь что-то создать, в науке то же самое. Если вы возьмёте, посмотрите срез научных работ, на что сейчас даётся 99% денег. Я вот сегодня уже говорил об этом. 10 лет назад-то было клонирование стволовой клетки. И сейчас-то редактирование генома. Вот клонирование стволовой клетки. Хорошо. Прошло 26 лет со дня объявления. Так, где результат? Один. Тишина. Где выращены искусственные гортани? Где выращены носы, хвосты и всё остальное? Где клонированные кошки и собаки? Где клонированные китайцы, которых не хватало? И не хватает постоянно. Ну, туда вот эта группа прохиндеев, которые делали овечку доли, была приглашена их оборудованием. Они там просидели 4 года, съели очень много вкусной китайской еды и вернулись назад. Так, где клонированные китайцы? И такого тьма тьмущая в науке. То же самое в живописи. Есть художники финальные? Есть. Постепенно, вы поймите, особенно на самом деле, постепенно востребованность возникает. И к хорошей живописи, и к хорошей фотографии, и к хорошему кино. Другое это дело. Что сейчас предложить не могли? Вы в это время ещё не жили. Но когда в 90-е годы случилась перестройка, все ждали, что вот наши обиженные писатели, художники, кинематографисты, ну, сейчас они нам снимут кино. Вот сейчас они нам напишут книжек. И что полезло? Вот эта муть, о которой никто не может вспомнить ни слова, не появилось ни литературы, ни живописи, ни кино, ничего не появилось. Пустота. То есть, это что значит, что эти люди, которые на протяжении, вот на моей памяти, я помню, 20 лет подряд, они рассказывали о том, что им не дают заниматься высоким искусством, ничего себе не представляли. Ничтожество. Они ничего не дали потом. То есть, выяснилось, что у них дать-то нечего. То есть, в этом отношении и советские времена, и современные они абсолютно одинаковы. И во времена Леонарда да Винчи такие же точно жулики были. Такой же точно доминировала как раз посредственность и жуликоватые авантюристы. Все это было всегда. Поэтому у вас очень тяжёлая судьба. Но это не значит, что вы обречены. Нет, просто вы должны себя чётко представлять, что одно дело – быть хорошим художником, а другое – научиться продавать свои шедевры. Ориентируйтесь на Леонарда да Винчи. Вот он умудрялся. То есть, не на ту сторону, в которой говорится о его живописи, а на той, как он умудрялся это продавать. Спасибо большое. Так что, пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.